Привет! Вот так выглядит камера обычного смартфона, а это новый Vivo. Я вам уже рассказывал про Vivo V17 Neo. И там был один существенный недостаток, это микро-USB, но компания справляется, и теперь у нас есть Vivo V17 с Type-C в необычном корпусе. Логика странная, да, но китайцы подумали, как назвать смартфон что-то среднее между Vivo V17 дешёвым и Vivo V17 Pro. Просто Vivo V18L логика. Да, и с удовольствием почитаю ваши комментарии о том, что это реклама, как в обзоре MX Master 3, который вообще от души был сделан, но люди всё равно написали, Макс, ты же левша, поэтому не можешь пользоваться мышкой правой рукой. Отличная логика. Открою секрет, практически все левши пользуются мышками правой рукой. В общем, давайте посмотрим. Вспоминаем Vivo V17 Neo и начинаем со сходств. Спереди всё тот же прекрасный AMOLED-дисплей, со сканером под стеклом, сверху каплевидный вырез, снизу довольно массивный подбородок, кстати, сканер работает, на мой взгляд, довольно быстро. Ну ладно, не очень. Продался. Ладно, сканер работает средний, что касается экрана, это Full HD+, разрешение. 404 точки на дюйм, можно экран настраивать, делать цвета более насыщенными, либо, наоборот, натуральными, но под углами этот AMOLED-дисплей всё равно немного уходит в зелёный цвет. Но в целом он нормальный. Также на экран наклеена плёнка прямо с завода, перед обзором я её снял. Плёнка неплохая, даже с леофобным покрытием, но и в целом покрытие есть и на самом экране. Ну и самое главное, размер экрана 6,38 дюйма, плюс есть Always-On Display. То есть дисплей может быть включенным всегда. Что касается корпуса, он пластиковый. Вот здесь реально вообще не сказать до того момента, пока на нём царапины не появятся. Вот ощущается реально как стекло, причём 3D-шное, переливы клёвые, смотрятся классно. Есть два цвета, синий туман первый цвет, а второй цвет облачная лазурь. Вы догадались, да, какой цвет у меня? Или нет? Какой цвет у меня, кстати? Телефон ощущается в руке довольно массивным. Ну, оно и понятно, потому что почти 9 мм, хотя это обусловлено размером батареи, о чём мы чуть позже поговорим. Что касается элементов управления, то здесь всё по стандарту. С правой стороны кнопка питания, качелька громкости. С левой стороны гибридный лоток, либо 2 нано-сим-карты, либо sim-карты и microSD. Сверху у нас джек, 3,5 имеется, а также дополнительный микрофон. Снизу, наконец-то, Type-C, ещё один микрофон и всего один динамик. Здесь звук моно, не сказать, что он супер, но довольно громкий, смотреть YouTube-чик вполне себе, но музыку слушать, конечно, кто слушает музыку с динамиков телефонов, у меня вопрос. Кстати, что касается sim-карт, то поддерживаются все нужные в России LTE-бенды. Это 3, 7, 20, 38, наконец-то, ура! В каких-то китайских телефонах это не обошлись стороной. Дальше по корпусу идём, сзади у нас пластик, как я и сказал, действительно неплохо смотрится, но отпечатки остаются вот таким образом. Камера. Необычно, согласитесь, это ромб, там сразу 4 камеры, вспышка ниже. Единственный вопрос, зачем здесь надпись 48 мегапиксель? Это выглядит странно. И если в нашей версии она особо незаметна, то в белой версии её покрасили в красный цвет, поэтому бросается в глаза. Не надо так делать. Без неё посмотрелось ещё лучше. И, наконец, ниже логотип Vivo с подписью Camera & Music. Это тоже можно было убрать. Настало время поговорить про батарейку. 4,5 тысячи миллиампер часов. Есть и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, которая идёт в комплекте. А это всегда большой плюс. И если в прошлый раз я ностальгировал на тему Mediatek Vivo 18 Neo, то сейчас сюда поставили Snapdragon 665, выполненный по 11-нанометровой технологии, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 встроенной. Система, ну, действительно работает быстрее, чем на многих китайских флагманах. Ну, то есть вообще не тормозит. Игры идут в основном на средних настройках. Плюсом маленький нагрев, несмотря на то, что корпус пластиковый. То есть инженеры поработали над энергопотреблением, над выходом тепла. И в этом плане здесь претензий нет. Из коробки смартфон идёт с девятым Android и оболочкой Funtouch OS 9.2. Про 10 Android нам пока что ничего не говорят. Но я надеюсь, что производитель стороной его не обойдёт. Что касается самой оболочки, не раз про неё говорил. Она похожа на iOS, она довольно стабильная. Здесь много дополнительных настроек. Даже шторка снизу с контрол-центром вызывается. Пожалуйста, вот таким образом она выглядит. При этом есть и жесты в телефоне, есть и три классических кнопки Android. Причём разного дизайна. В общем, как захотели, так и настроили. Но в целом пользоваться можно. Выглядит симпатично. Поэтому едем дальше. Порадовали нас китайцы тем, что здесь есть NFC. Это просто отлично. Не было бы, я бы прям расстроился. Дэн бы тоже. И Макс вон сидят уже. Вот так вот показывают. Вау, NFC! Wi-Fi. 2,4 Гц. 5 Гц. Bluetooth 5-й версии. Ну и самое-самое главное. Здесь есть FM-радио. Вот сейчас обзор допишем. Я беру наушники и иду слушать своё любимое FM-радио. Это без вариантов. Милицейская волна. Фронтальная камера. Она по-прежнему на 32 мегапикселя. Здесь куча всяких улучшалок китайских, которые мы, естественно, сразу отключаем. И при вас делаем фоточку. Мне кажется, у меня глаза увеличены определённо. Ох уж эти китайские селфи-камеры. Теперь камера сзади. Тут их 4 штуки. Основной модуль 48 мегапикселей. 1,8 диафрагма. Можно делать действительно неплохие фотографии. Особенно с искусственным интеллектом он здесь имеется, безусловно. Но если мы фоткаем в обычном режиме, фотографии получаются 12 мегапикселей. Уже 100 раз про это рассказывали. Можно и 48 поставить. Следующие два модуля такие же, как Vivo 18 Neo. Один из них ультраширокий. 8 мегапикселей. Диафрагма 2,2. Второй для создания портретов на 2 мегапикселя с диафрагмой 2,4. И, наконец, четвёртый модуль для макроснимков на 2 мегапикселя. Я уже не раз говорил, что какая-то дикая мода на эти макрофотографии. Почему-то в Инстаграме я не вижу. Признавайтесь, что любите втихаря фоткать заусенцы, но никуда не выкладывать. Китайцы всё про вас знают. Что ещё интересного можно найти в приложении видео? Есть замедленная съёмка 240 кадров в секунду при разрешении 720p. Я почему-то не нашёл 4K видео. Почему-то только 1080, 30 или 60 кадров в секунду. Возможно, из-за того, что у меня сэмпл нужно будет чекать уже после презентации. Также нет ночного режима, но при этом есть панорама, лайф-фото, интервальная съёмка. Есть профессиональный режим и дополненная реальность. Касаемо цены пока ничего не известно, потому что в России телефон ещё не продаётся. Презентация проходит прямо сейчас, но я очень надеюсь, что цена будет чуть выше, чем у Vivo V17 Neo. Потому что обновление, с одной стороны, минорное, аккумулятор оставили тем же. Корпус по-прежнему пластиковый, но с другой стороны Type-C появился. Выглядит как-то посвежее, вот с этим ромбом вместо квадрата и круга. Дисплей тоже отличный, сканер под стеклом работает. Но мы уже выяснили, что не супер быстро, но тем не менее он работает. Я думаю, что плюс 4-5 тысяч рублей, это максимально на что могут Vivo пойти. Но это будет, ну, наверное, объективно. Так что пишите в комментариях, что думаете про этот телефон и какую цену готовы ему поставить сами. Это облачная глазурь или синий туман? Эх, хорошо, что это не реклама. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, колокольчики. Вот это все, как вы любите то, что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!